Итак, господа, сегодня в нашей программе мы разговариваем о начале рабочего дня, об опозданиях, о часах и приметах, в общем о времени, а значит ну просто нельзя нам упомянуть и о такой науке, которая называется легко и просто тайм-менеджмент, что вольно можно перевести как управление временем, как в эти весенние дни перестать хандрить, начать работать, вовремя просыпаться, еще и продуктивно. Работать мы поговорим с нашей замечательной гостью, сегодня у нас в гостях бизнес-тренера Айсулу Маханова. Айсулу, доброе утро. Доброе утро, Айсулу, спасибо, что к нам пришли, мы очень рады вас видеть, давайте теперь выбрали, так сказать, время к нам пришли, давайте не будем тратить время на лишние разговоры, а уже, так сказать, сразу к сути вопроса перейдем. Сейчас, да, уже практически все знают о такой науке, как тайм-менеджмент, да, мы уже с какими-то принципами успели познакомиться, например, что одну бумагу надо брать в руки единожды, правильно, один раз, вот. Рекомендуется. Времени как не было почему-то, так и нет, что делать? А ничего не делать, шутка. На самом деле, чтобы делать что-либо, чего-то достигать, нужно ставить цели. Если цели нет, злоупотребление неизбежно. Неизбежно кто-то, коллега, там, набросится на ваше время, злоупотребит, вас используют в своих целях, родственники, какие-то бумаги, социальные сети, неизбежно они вмешаются и делают свои коррективы в вашей личной жизни. То есть всегда нужно понимать, зачем мне это нужно делать. То есть, соответственно, если мы хотим развиваться в жизни, как-то в каком-то векторе двигаться, там, повышение на работе, там, финансовую какую-то стабильность приобрести, то, конечно, нужно ставить сначала цель, потом распределение по приоритетам и затем обязательно действие. Но если нет цели, соответственно, мы ищем какие-то причины, отговорки, чтобы это не делать. Сейчас принято это называть современной болезнью, прокрастинацией. Ну, это когда человек откладывает дела по причине, аргументируя, что у него стресс, плохое настроение, сегодня у меня не было настроения. Как это знакомо. Да. На самом деле, это близко к каждому, даже суперэффективному, там, успешному человеку. Однако, ну, все должно быть в балансе. То есть иногда можно себе позволять что-либо не делать. Но когда это переходит такой синдром хронический, когда постоянное откладывание, конечно, это потом вносит какие-то коррективы в нашей жизни, это финансовые минусы. Ну, нужно будет бить тревогу. То есть быть собранным и ставить себе цели, как на работе, так и в личной жизни, скорее всего. Цель расставления по приоритетам планирования и действия. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, что такое принцип первой лягушки? Как-то так, да? Да. Да. Есть такой принцип первой лягушки. Лягушками называют как раз-таки вот дела, которые вызывают у нас какие-то неприятные ощущения. То есть поэтому они маленькие, как лягушки. Мы их постоянно откладываем. Кажется, что это какая-то мелочь. Обычно лягушки – это дела, которые занимают совсем немного времени. То есть поэтому мы их откладываем, а успеем, а успеем. Однако эти лягушки накапливаются, и в один прекрасный день они вываливаются большим каким-то... Стая жаб. Да. Стая жаб. И вот тайм-менеджменты говорят, что если накапливать лягушки и закидывать их на потом, они как-то так собираются и превращаются в такого слона, который невозможно уже съесть, и приводит нас совершенно в ужас, еще более ужасный. То есть здесь мы делаем, что вот эти маленькие проблемы, маленькие дела, которые мы тоже думаем, это маленькая лягушка, рано или поздно она может превратиться в огромную. Она может превратиться в слона, ее нужно решать. Поэтому вот и рекомендуют этот метод первой лягушки, первый вариант. Вы можете эту лягушку съедать каждый день первым делом. Как французы. Да. Пришли на работу, первые 20-25 минут, пока у вас фаза организма такая самая энергичная, нужно сделать эту лягушку. То есть съесть и забыть. Ты представляешь сейчас люди, которые только что нас включили? Есть лягушки. Пожалуйста, приходите на работу, съедайте лягушку. Да. Говорим о времени. И второй метод рекомендует, что выделять какое-то время, например, по вторникам и четвергам, час, выделить на эти вот какие-то дела, которые не хочется делать, то есть какие-то неприятные дела для нас. Поскольку нужно выделять это время, конечно, нужно это делать. Неизбежно оно превратится опять-таки, возвращаемся в слона. Поэтому, если совершенно не хочется это делать, например, это какие-то отчеты, какие-то курсовые, может, для кого-то, для друзей, студентов, конечно, лучше выделить это время, настроиться, что во вторник, во столько-то я, например, сяду, сделаю такой-то, такой-то кусочек и сделать это. А, Силу, скажите, тогда как вот воспользовавшись принципами тайм-менеджмента, можно избежать вот этих всяких моментов, которые нас отвлекают, да? То есть социальные сети, да телефоны, въедливые коллеги. Вот есть какой-то способ с этим бороться? Мы уже об этом, по-моему, говорили в эфире ТНТ как-то. Есть четыре квадранта времени. То есть первый квадрант – это как раз тот слон, когда наваливается что-то срочно, завтра нужно сделать. Это вот те лягушки со второго квадранта, которые можно было запланировано делать, они в один прекрасный день перетекают в первый квадрант вот такого слона. А есть третий квадрант, где совершенно срочные для кого-то дела, а для вас они не срочные. Вот как раз вот коллега просит помочь с отчетом. То есть составление вот целей, планов своих, как раз расставление приоритетов помогает избежать дел третьего квадранта, когда кому-то это нужно, а вам это совершенно не нужно. Ну и четвертый квадрант – это, конечно, эти мухи, социальные сети, там разговоры по телефону и чё, и чё. Посмотрите, ещё, если заглянуть ещё раньше в самое начало дня, интересное наблюдение, всё чаще можно услышать фразу «Я завёл пять будильников и всё равно прозвал». У меня на минимум четыре. Что вы думаете на этот счёт? Ну, для меня тайм-менеджмент не просто какая-то наука о квадрантах, тайм-менеджмент равно эффективность. То есть в сутках 24 часа Господь так распорядился. Мы не можем управлять временем, ну невозможно, но мы можем управлять обстоятельствами, да, и делами этими управлять. Поэтому любая эффективность, когда мы вырабатываем себе навык совмещения дел, это идёт на пользу, и как раз-таки, как говорят, тайм-менеджмент экономит наше время. То есть распределять дела. Про пять будильников, если говорить, я какое-то время думала, что я жаворнок, потом оказалось, что я сова. То есть вы замечали, что бывает, что как-то утром легко просыпаешься, а бывает очень тяжело, а вечерами биологическая такая активность. Это всегда просыпаешься. То есть мы говорим, что либо я жаворнок, либо... Ну, недавно вот пришла всё-таки к такому мнению, что это тоже можно регулировать, это, как называют, циркат.